Ну, я имею в виду, что камера отличная, мужик. И прям лучше, чем в Galaxy S9? У-у-у, да ты рейтинг DxO Max, что ли, смотрел? А что там, в Galaxy S9 рейтинг, что ли, выше? Технически, очки... И ты в это веришь? Я верю в это. И налогу показываешь, или чё? Не-е-е. Обновляйся на Galaxy, чё уж. Привет, с вами Велосоком. Я практически чувствую у вас вот эта сцена перед глазами. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Весьма справедливо, потому что, реально, какого чёрта? Это официальная реклама Samsung на официальном канале, и они там в лоб сравнивают свой продукт с Apple, и это типа Apple Store, яблочки, все дела. Чё за фигня? Дело в том, что в Америке нету таких законов, как у нас, которые не позволяют противопоставлять два бренда друг другу даже в рекламе. Поэтому Coca-Cola может изи вообще кошмарить Pepsi, и наоборот. Вот Samsung, соответственно, стебёт Apple. И у них таких роликов четыре. Давайте посмотрим, как это делает Samsung. Ну и, соответственно, попробуем понять. Это претензии по делу? Или так, чисто троллинг ради фана? Или вообще, что это за хрень такая? С другой стороны, это интернет, здесь всякой дичи много. Я не удивлюсь, если где-нибудь есть ролик, где Бэтмен на световом мече махается с Дартом Вейдером. Поехали. Айфон 10, Galaxy S9. Главные флагманы конца 17-го, начала 2018-го года. Конечно же, они с друг с другом конкурируют. Конечно же, Apple и Samsung делят между собой рынок. И если недавно эти две компании, как бы, конкурировали, то сегодня они в большей степени, на мой взгляд, должны бояться китайцев, которые поджимают их с разных сторон, пока на домашнем рынке, но впоследствии, если вовремя эту тему не отследить, они их задавят и World Wide. Тем не менее, это старое противостояние продолжается. И Samsung это делает не потому, что он вот такой вот, наверное, злой, а потому, что изначально стояла задача сделать бренд Galaxy наравне с iPhone. И это вот заносится людям в голову. Типа, Galaxy ничуть не хуже iPhone, iPhone хуже Galaxy. И там начинаются вот эти бурления. Я еще на заре развития канала такие ролики комментировал. Это было забавно. Что касается первого ролика, действительно, на сайте DXOMAR камера Galaxy S9+, на секундочку, имеет выше рейтинг, чем у iPhone X. Знаете, на сколько? На два пункта. А знаете, у кого еще выше рейтинг? У Huawei P20 Pro, например, или у HTC U12+. То есть, как бы, ну, ты как бы лучше, чем iPhone, но ты не лучше рынка. И это очень странный какой-то подход. Хотя мы с вами уже не раз обсуждали, что маркетинг строится именно на том, что у кого лучше камера, тот вроде и папка. Не гений. Я же еще могу эту штуку в Wi-Fi втыкать. Да, но тебе нужен адаптер. Правда, большинство называют его переходником. Переход...чо? Переходник. 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 Идет с коробочкой. А музыку слушать и заряжаться одновременно как? Тогда нужен другой тип переходника. Двойной переходник. Ну да, двойной, типа того. Это че пи***ец какой-то. А у Galaxy две дырки. В самое сердце сейчас. Действительно, Apple только ленивый не пинал за то, что в iPhone 7 у них хватило смелости яиц убрать этот самый несчастный 3,5-миллиметровый разъем. Выпустите AirPods и всем стало вдруг внезапно хорошо. Я считаю, что это тот самый рудимент, а самая устаревшая технология, от которой стоит отталкиваться. А знаете, кто еще стебал Apple по поводу 3,5-миллиметрового разъема и, вернее, его отсутствия? Google, когда выпускал первый пиксель. А знаете, кто во второй версии убрал этот самый разъем? Правильно, Google в Pixel 2. И вот мне кажется, что это стыдно, потому что я уверен, что даже Samsung уберет этот разъем, если не в следующей версии, то совсем скоро. И будет, опять же, неловко. Здесь ты типа этим кичишься, а мы такие классные, у нас есть возможность вставлять что угодно в наш этот разъемчик, а потом убираешь его и как бы, ну, неловко. Apple молодцы. У меня есть ролик, в котором Стив Джобс на секундочку рассказывает, почему Apple отказалась от этого разъема в iPhone 7, если что, ссылочка в описании. Не гений. Десяточка ТС быстрой зарядкой идет, пацан. Нет. А вот в Galaxy S9 она есть. Да, но вы можете купить провод USB-C на Lightning и в дополнение другой быстрый адаптер. А вот тут я хочу вам сказать максимально по делу. Какого черта Apple реально не положила быструю зарядку в комплекс iPhone X, но это только Apple знает, тем более, что она продается отдельно за достаточно высокий прайс. И есть слух, что сейчас, именно в 18-м году с обновленными iPhone'ами, Apple наконец-то положит нам нормальную быструю зарядочку, которая позволит ваш девайс наполнить энергией быстрее, чем со стандартным 1 А. 1 А вообще, в то время как, если какой-нибудь OnePlus тебе шарашит на, чтобы тебе это прямо вот дашь такой, то Apple как-то отстает от рынка, хотя подобный девайс у них есть. Но это вообще на самом деле позиция парней из Купертино. То есть у нас как бы все круто, но купи, купи дополнительно денежек дай, как бы все будет хорошо. Они так зарабатывают. Они зарабатывают 90% прибыли с рынка, я об этом уже много раз говорил. 400 брендов, дохренища мобилок. И все они работают либо в ноль, либо в минус. И только несколько компаний, таких как Apple, Samsung, может быть Huawei, работают с какой-то прибылью. А Apple забирает 90% просто вообще. Понимаешь, iPhone X в одно рыло со своей челкой. 30% с хреном процентов. Просто так вот, так вот, так вот, понимаешь? Поэтому, собственно, все китайцы и побежали, и делают эти самые челки. А ты думаешь, а ты сидишь, ну какого черта челка? Потому что... Называли? Хей. Ну, то есть в десяточке это не самая быстрая скорость загрузки. Кто знает, но должно быть быстрее, чем iPhone 8. Скорость-то загрузки все равно не лучше, чем в Galaxy S9. А я что-то думала, что это смартфон будущего. Слушай, эм... Что-то там качать собралось, б***ь. А вот это, на мой вкус, самая неочевидная предъява, потому что, ну, камон, это все на американский рынок нацелено. Там же LTE фиговый, так и Wi-Fi отстойный. И, конечно, здорово, что Galaxy умеет и так, и сяк, и наперекосяк. Но дело в том, что Apple тестировала подобные решения еще в каких-то лохматых iOS-версиях. Я уж не вспомню. Несколько лет назад это было. И, видимо, что-то не зашло. И я не думаю, что это прям драматично ускоряет работу. Но, в любом случае, это крутая фича. Жалко, что ее нет. Но это не та, ради которой я такой, а за все, айфон говно. Пошел покупать Galaxy. Господи, Wi-Fi с LTE. Я всегда этого ждал, наконец-то. Но на другой чаше весов знаете, что лежит? Apple до сих пор не дает скачать больше 150 мегабайт из App Store по сотовой сети. Камон, ребята, отдумайтесь. Ну, реально, отдумайтесь. Сделайте мне переключатель, короче, в настройках такой, знаешь, обычный, где я такой, я адекватный чувак, у меня много интернета, я живу в России, у меня классный дешевый интернет. Пока еще. Пока пакет Яровой в полный рост не заработал. Дай мне возможность скачать чертову игру. Asphalt 9 сегодня вышел, а его скачать не могу. Весь аж просто переживался. Это очень плохо. В целом, как я уже и говорил, Samsung давно практикует подобную историю, сравнивая свои продукты с продуктами Apple. И зачастую это происходит, ну, вот как-то нелепо. Недавно была реклама, где они сравнивали Galaxy S9, внимание, с iPhone 6. И на полном серьезе предъявляли о том, что в iPhone 6 нет пылевлагозащиты. Я просто смотрел такой, что вообще происходит? А знаете, сколько раз Apple снимала рекламу, где я сравнивал iPhone, например, с Galaxy? Это не окей, это ноль. При том, что Apple тоже не зайки пушистые. И, конечно, когда они выходили на новый для себя рынок, они также агрессивно троллили Motorola, Nokia и всех лидеров рынка, которые были тогда. Стоит вспомнить презентацию Джобса в 2007 году. Он тогда просто разносил всех направо и налево. И это нормальные законы рынка. Это хочешь продавать свой продукт и в джунглях здесь ничего личного, только бизнес. Но Samsung, как-то получается, не очень уверенно. Поэтому, ребят, либо давайте прямо бейте в самые больные точки, потому что то, что вы рассказали, это такое. Либо уж надо как-то более весело, потому что Galaxy сегодня, на мой взгляд, достаточно сильный бренд, чтобы его вот так вот рядом с iPhone позорно, на мой вкус, опять же, сравнивать. Но это все для американского рынка. Нам так чисто порофлить. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, если было интересно. Подписывайтесь на канал. Здесь вас ждет много всего интересного. Совсем скоро Samsung порадует нас Galaxy Note 9. И еще позже Apple порадует нас новыми айфонами. А потом вообще, что будет? Потому что, конечно же, это интересный мир технологий, где каждый месяц происходит что-то невероятное, крутое и классное. И обо всем самым интересном вы узнаете где. Правильно, только здесь, на Велосоком. Господи. Так что, совсем скоро увидимся. Пока. Это что, ролик без рекламы, что ли? И, блядь, его туда-сюда, прикинь. Вот это да. Да, тут все равно скажут, что это реклама, блядь, Samsung и Play и вообще, блядь, до всему. Все.